Добрый день, друзья! Рад вас приветствовать у себя на канале. Делать подарки для любимых, родных, близких, это очень приятно и хорошо. Вот я решил сделать очередной подарок для своей любимой жены. Несколько месяцев назад я уже делал монетницу из кожи, вот где-то, наверное, вот здесь вот в правом углу верхнем будет ссылка на это видео. И эта монетница жене понравилась, она ее как маленький такой аксессуар использует. Но в то время, когда она мне присылала референсы, то есть фотографии, на что бы она хотела, чтобы было похоже это изделие, среди них было еще одно изделие. Это такой небольшой кожаный мешочек в таком скандинавском средневековом стиле, на шнуровке. И она сказала, что это тоже бы хотела бы такую монетничку получить. На тот момент у меня не было необходимой кожи, поэтому я подумал, что сделаю это потом. И вот сейчас нам получилось сходить в магазин, как здесь в Чехии говорят, каменный магазин. Это магазин, куда можно прийти ногами, пощупать, посмотреть. И мы с женой выбрали кожу, вернее она выбрала себе кожу, из которой хотела бы сделать это изделие, эту монетницу или такой кошелечек. Это вот такая вот кожа, ягнячья кожа толщиной 0,6-0,8 миллиметров. Естественно, это изделие для девочки, поэтому оно будет в таком розовом цвете. Это основной мешочек будет сделан из этой кожи. И такая несущая кожаная подкладка, которая будет держать как бы этот весь кошелечек. Это вот эта вот кожа Crazy Horse. И эта кожа, эта кожа растительного дубления. Это немножко толще кожи, но 1,2-1,4 миллиметра толщиной. Вот из этой кожи мы будем это делать, это изделие будем делать. Но еще хотел бы один нюанс рассказать. Когда получаешь какое-то пожелание, как сделать, естественно, просишь послать тебе какие-то референсы, фотографии, чтобы понимать, что человек хочет. Жена послала мне картинку и я поискал в интернете шаблоны на такого типа изделия. Я нашел один шаблон, распечатал его и, как всегда, перед началом работы я это делаю, потому что хочу понимать, как это изделие собирается, какие могут быть нюансы, посмотреть размеры, удобно ли все и так далее. И распечатав этот размер, я, естественно, подошел к жене, свернул так вот и показал ей, что получится примерно вот как-то вот так, какое-то такое изделие. Ну и жена сказала, да, в общий вид все хорошо, но не устраивает что? Правильно. Размер. Размер имеет значение. Поэтому мне пришлось сесть за компьютер и переделать полностью шаблон, который я нашел, сделать на его основе свой и немножко, естественно, увеличить. У меня получился вот такой размер, вот такой вот мешочек. Опять сложил, опять подошел и опять получил ответ маленький. Ну, не знаю, уже это не монетница, конечно, это, получается, сумка для хранения больших пачек купюр, ну, дай-то бог, дай-то бог. Но так как это уже был мой шаблон, увеличить его в размерах было не проблемно, и поэтому я распечатал и сделал уже вот такой вот шаблон. Этот размер уже заказчица удовлетворил, и я на основании этого распечатанного шаблона решил, что буду делать теперь шаблоны на картоне долговечные, чтобы вдруг, если мне потребуется еще раз изготовить такое же изделие, у меня под рукой уже был готовый шаблон, а не распечатывать его постоянно на бумаге. Потому что, если вы заметили, этот шаблон, он склеивается из нескольких листов бумаги, потому что все это не войдет на лист А4. И у меня получился уже вот такой вот шаблон, наклеенный на картон, который я могу обводить и получить уже несколько изделий, если мне будет какая-то в этом необходимость. Изготовление этого изделия не предвещает быть сложным, поэтому видео будет не длинным, скорее всего, просто картинкой, никаких пояснений, я не думаю, что здесь нужно что-либо давать. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, то вполне можно обратиться в комментариях, если что-то непонятно, я поясню. Приятного вам просмотра! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...